Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами гроссмейстер Карина Амбарцумова и в этом видео я расскажу, как подключить к Чесбейс движок Лио Чесзеро. Этот движок основан на нейронных сетях и в мае 2019 года стал чемпионом мира среди шахматных программ. Для начала нужно перейти по первой ссылке, которую я оставила в описании, и скачать архив, то есть скачать саму программу. Выбираем вот этот файл Windows Cuda. Я его уже скачала, он у меня на рабочем столе. И потом, затем мы переходим сразу же по второй ссылке. И теперь мы скачиваем базу данных, то есть база сыгранных партий и рейтинг, на который эти партии сыграны. То есть нам нужно выбрать из этого списка, допустим, какую-то базу с наибольшим количеством партий. И вот мы тут посмотрим, на какой примерно рейтинг программа играла в этих партиях. Допустим, я скачала вот эту версию 7.5.6.f4. Эти базы, они постоянно обновляются. И также сохранила на рабочем столе. Дальше мы должны распаковать саму программу. Любую папку. Не важно, эта папка будет на том диске, где установлен ваш честбейс, или на другом диске. Ну, я создала отдельную папку для этой программы. Там, где у меня находятся все движки. То есть у меня вот на диске Data находится база. Да, вот здесь отдельную папку создала. Сюда мы разархивируем саму программу. После чего, также мы скачиваем вот этот архив. Его разархивировать не нужно. То есть базу с партиями не нужно разархивировать. Просто нажимаем правой кнопкой, копируем. И вставляем же в ту же папку, куда мы разархивировали саму программу. То есть вот у меня на диске Data находятся базы. Вот отдельная папка. И сюда же мы копируем. Копируем этот архив. После чего мы просто заходим в честбейс. Ну, желательно пользоваться честбейсом 12 или 14, для того, чтобы эта программа работала. Ну, или версия старшая, да, там 15 и честбейс. Теперь мы нажимаем AdKibitzer и смотрим. Вот у нас эта программа уже появилась. LC, LC0. В принципе, дополнительные параметры выставлять особо не нужно. Но можем вот сделать, чтобы у нас таблица налимово сразу подгружалась при анализе. И нажимаем ОК. Запускается программа. Немножко подвис честбейс. Да, вот она запустилась. Мы видим, что эта программа не набирает быстро глубину. Но я могу вам сказать, что даже на 12-15 глубине эта программа предлагает такие ходы, которые, допустим, Stockfish 9 или 8, которым я вот пользовалась, видит их только на 40 глубине, допустим. То есть эта программа очень удобна в использовании и находит в том числе какие-то нестандартные идеи в некоторых позициях. Также стоит отметить, что большая загрузка памяти при использовании этой программы идет на графическую карту. То есть мы видим, что вот у меня в ноутбуке. У меня достаточно мощный игровой ноутбук. И именно графическая карта у меня включена в работу после того, как я запустила эту программу. То есть эту программу можно использовать на мощных игровых ноутбуках или компьютерах, которые, собственно, у меня и сейчас в использовании. Ну вот, в принципе, так просто ее подключить и пользоваться. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания.